Не сложилось. Махачхалинская «Динамо» уступила одноименному клубу из Москвы. Игра 10-го тура российской премьер-лиги прошла в Каспийске. Единственный гол забили гости. Несмотря на это, дагестанцы поддерживали родную команду на трибунах среди ярких флагов и пылающих страстей. Особенно выделяется история одного болельщика. Магомед Абдул-Халиков не пропускает ни одного матча. И это несмотря на то, что уже 17 лет прикован к инвалидному креслу. С ярым болельщиком пообщался наш корреспондент Марат Чурюмов. За час до матча уже на стадионе. И так каждую домашнюю игру. Посещать все матчи – кредо настоящего болельщика. Этого уже более 15 лет придерживается и Магомед Абдул-Халиков. Переживать за дагестанский футбол он начал еще со времен Анжи. Называют ту эпоху легендарной. Верит, «Динамо» добьется не меньших успехов. «Предпочтение я отдаю, честно сказать, Абакару Гаджиеву. Молодой, перспективный наш нападающий. Его красивый гол «Динамо» в Москве я никогда не забуду, как со штрафного он забил. Ну, естественно, конечно, у нас Сердер, Агаларов, Касин Тура – все они красавчики». Для Магомеда 2007 год стал роковым. Тогда мужчина пережил автокатастрофу, множество операций и регулярная реабилитация. По сей день дагестанец прикован к инвалидному креслу. Но все жизненные трудности не сломили духа, лишь закалили характер. Каждый болельщик махачкалинского «Динамо» без исключения член семьи. Продвигает эту идею и фанатское движение «Каспийская флотилия». Перед матчем ребята порадовали небольшими подарками своих маломобильных единомышленников. «Морской пехотинской «Каспийской флотилии» и шарф еще такой сейчас. Самый радостный. Болельщики с ограниченными возможностями для нас имеют большое значение. Эти люди, несмотря на все свои трудности, посещают матчи, поддерживают родную команду. Несмотря на любую погоду, хоть снег, хоть дождь, они приходят и поддерживают родную команду. И мы решили таким образом поддержать их, выразить свою благодарность за то, что они каждый раз приходят и поддерживают родной клуб вместе с нами». Фанаты с ограниченными возможностями под пристальным вниманием и у махачкалинского клуба. Перед каждой игрой представители «Динамо» обзванивают всех особенных болельщиков. Их не менее 15. После встречают и сопровождают до самого стадиона. За матчем фанаты наблюдают прямо с поля. «Максимально поддерживаем, потому что считаем, что им не так как бы нелегко. И это как бы лично такой досуг для них вечерний прийти на футбол, поддерживать свою дагестанскую команду. Поэтому мы с пониманием к ним относимся, к всем их пожеланиям, капризам. Ну и к футболистам тоже, конечно, подходим и говорим, чтобы они после матча уделяли им внимание. Кто-то дарит футболке. В общем, да, ну я думаю, все довольны». Динамовское дерби завершилось в пользу московской команды. Отличился на 20-й минуте после роскошного удара Мумин-Гамалё. Как бы Махачкала ни давила, забить не удалось. Поражением такую игру назвать нельзя. Увы, уступили, говорит Магомед Абдулхаликов. «Ребята, самое главное, не сдались. Они бились до конца. Мы же видели это. Они бились до конца. Ну вот, ну не зашёл, не залетел этот гол. Реализация всё равно. Они старались, они не уступали. Весь второй тайм мы выигрывали. У нашего Волка практически-то здесь момента-то и не было. Он отдыхал». Магомед в этот день покидает стадион расстроенным, но уже готовится к предстоящим матчам на выезде. За играми будет следить из дому. А уже 19 октября вновь приедет на арену поддержать родной клуб. Марат Черюмов, Махарбек Амариев, Рамазан Амаров. Время новостей.